Главный финансовый документ, бюджет Ленинского городского округа, был в центре внимания на заседании Совета депутатов. Как и в прошлые годы, главные расходы будут направлены на статьи «Образование, строительство, социальные инфраструктуры и благоустройство». Общий объем доходов в бюджет Ленинского городского округа в сумме 17,44,176,2 тысяч рублей. Общий объем расходов в бюджет на 2024 год составит 17,738,470,2 тысяч рублей с дефицитом 694,294,000 рублей. Депутаты утвердили бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Заместитель главы администрации Татьяна Квасникова озвучила вопрос предоставления педагогам дополнительной социальной поддержки в виде компенсации стоимости аренды жилья. Подобный опыт есть. Сейчас медицинские работники пользуются такой льготой. В 2024 году в округе планируется открыть 7 школ и 6 детских садов, а потому вопрос привлечения кадров будет стоять очень остро. Есть специальности, в которых мы особо нуждаемся. Математики, филологи, физики. Вот, собственно, эти категории педагогов мы и перечислили в положении. Оно похоже очень на положение о медиках. Ничего особенно нового там нет. Прошу поддержать эту меру социальной поддержки. Депутаты поддержали новую льготу для педагогов. Далее заместитель главы администрации округа Светлана Тугова представила проект внесения изменений в структуру администрации Ленинского городского округа. Для оптимизации численности администрации Ленинского городского округа предлагается исключить из структуры администрации должности советник главы округа 2 единицы, помощник главы округа, консультант и ввести дополнительно одну должность заместитель главы городского округа, а также отдел обеспечения деятельности главы городского округа. Светлана Тугова отметила, что эти структурные изменения не приведут к увеличению расходов из бюджета округа. Депутаты проголосовали за эти изменения единогласно. В заключении заседания к народным избранникам обратился временно исполняющий полномочия главы округа Станислав Катаров. От себя хотел бы сказать слова благодарности за оперативную работу, потому что действительно мы сейчас с вами принимаем достаточно большое количество решений. Для нас очень важно, чтобы жители нашего городского округа чувствовали себя комфортно, а для этого я уверен, что каждый из вас и мы всей командой готовы активно работать. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.